Здравствуйте! С вами снова я и Финляндия. Четверг, час дня. Была в магазинах, сейчас расскажу в каких, и всё покажу, что купила. Смотрите, цветочки какие у меня, тюльпанчики. Ну, уже, конечно, они так не очень. Я же седьмого числа ещё приобрела. А сегодня у нас какое уже? Двенадцатое, да? Так, восьмое, девятое, десятое. Нет, одиннадцатое сегодня. Одиннадцатое. Значит, седьмое, восьмое. Девятое, десятое, одиннадцатое. Пятый день уже. Ну, так ещё ничего, как бы, стоят. Я водички подливаю, как бы, ещё ничего. Погодочка, ну, такая, знаете, зимняя. Минус пять было утром, даже снежок шёл. Сейчас, может быть, где-то так же, минус три-четыре, но снежка уже нет. Ходила я в этот самый, подъехала туда, где поликлиника моя, в арабский магазин, и купила, и купила, вот я, творожок себе и сметанку. Мне не позвонила, она говорит, да не, у меня ещё есть, не надо. Ну, ладно. Вот, и заплатила я за творожок и сметанку. Вот, видите, два восемьдесят восемь. Потому что сметана стоит евро тридцать девять, творожок евро сорок девять. Всё очень вкусное, всё очень на хороший срок годности. До четырнадцатого четвёртого. А сметанка, 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 сметанка до какого-то, до четвёртого, четвёртого. Дальше. Потом оттуда я села на девяносто девятый автобус и поехала, поехала в этот самый, в Сканси. В Сканси я вам там снимала и взяла вот этот кефир себе. Я его люблю, обезжиренный кефир по девяносто девять центов. Вот, искала вот такой, вот такой томатик, но там его не было. Поэтому, когда я вернулась обратно, я не вышла на своей остановке. Поехала до Сали, купила в Сали такой томатик. Он стоит, томатик стоит семьдесят пять центов. Вот, и вот такая фасоль, я люблю её, белая фасоль. Она стоит шестьдесят девять центов. Вот это я купила, заплатила. Евро сорок четыре, с меня взяли евро сорок пять. Ну и там ещё, когда я в Сканси ходила, я поднялась в Токмане, не Стокман, а Токмане, и купила вот этот вот кисмет. Не себе, фаза, он очень вкусный. Это такая шоколадная вафля. Очень вкусный. Я его не себе купила, я его купила Лёвику. Сегодня Лёва возвращается домой. Нина уже за ним поехала к часу дня. Вот, ну они приедут домой, естественно, жена его помоет, переоденет, пообедает и ляжет отдыхать. И часов пять я раньше не пойду. Часов пять я пойду и понесу ему такую сладость. Потому что он, когда приходишь, он всегда хочет. Он не говорит, что там, что ты мне принесла. Он вообще уже мало говорит и плохо говорит. Но я понимаю, что сейчас он находится в таком состоянии, в таком, ну как взрослый, как старенький ребёнок. Знаете, когда приходишь в дом, там, где есть дети, дети всегда спрашивают, а что ты мне принесла? Вот так вот он. Он не спрашивает, но я всегда, я никогда не хожу с пустыми руками. Я всегда обязательно что-то ему ношу. Вот, ну и там же, когда была в этом самом, вот, лотерею заполнила себе за евро. Сегодня я вам показывала восемь миллионов, а вдруг? Всё может быть, правильно? Забыла, когда была в этом самом, в сале у нас вот это ж покупала томат и фасоль, забыла себе сливы купить. Но уже не пойду сегодня, завтра уже. Завтра пятница, пойду за продуктами. Уже на завтра потеплеет, будет утром минус два, днём ноль градусов. Можно будет за продуктами съездить. Такое маленькое видео вам сняла. Там немножко два видео выставила, как я походила в этом самом скансе. Там у нас эти мамутти. Мамутти. Раньше мы, когда были вот эти вот мамутти, мы часто всё покупали такое. Знаете, у нас тут не было раньше мебельных рядом. Надо было в Карина ехать. Там подушки покупали, одеяло покупали, постельное. Но раньше и скидки-то были очень хорошие на этот товар. Сейчас таких скидок нет. Раньше одеяло были по 10 евро. Комплект белья был 5-6 евро. Вот, полотенца и большие, и маленькие. Дёшево было всё. Я всегда там всё покупала. Вот, и сейчас там я прошлась, там посмотрела. Ну, ничего нету. Ну, мне ничего и не надо. Начнём с этого. Порошок стиральный есть, зубная паста есть. Покушать есть. Одежды просто. Десять раз есть. Кому-то отдать бы. Так вестишу в Запорожье, сами понимаете. А посылку посылать тоже за неё платить надо. Мне проще взять и выбросить. Ну, вот такое маленькое видео вам сделала. Сейчас ещё раз покажу цветочки. Они, кстати, очень хорошо пахнут. Ах, очень хорошо пахнут. На этом пока-пока. До новых встреч. С вами была я и Финляндия. Подписывайтесь на мой канал. На канал моей дочери Наталья П. Пишите английскими буквами. Всем хорошего дня, хорошей погоды, хорошего настроения. Не болейте. Любите друг друга. Помогайте друг другу. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!